Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. 30 миллиардов рублей планирует направить Самарская область на реализацию нацпроектов. Главный финансовый документ региона обсудили на расширенном заседании правительства. Нелицеприятный внешний вид и антисанитария. На пересечении улиц Авроры и Аэродромная сносят рынок. В Самару пришла зима. Как коммунальные службы справились с первым снегом? 30 миллиардов рублей планирует направить Самарская область на реализацию нацпроектов. Главный финансовый документ региона обсудили на расширенном заседании правительства. Какие новые статьи расходов появятся в бюджете, узнала наша съемочная группа. Главный финансовый документ Самарской области сохранит социальную направленность. Увеличатся зарплаты бюджетников. После того, как МРОД с нового года превысит отметку в 12 тысяч рублей, им положены доплаты. Это коснется более 37 тысяч работников. Проиндексируют выплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам войны, труженикам тыла. В бюджете запланированы дополнительные средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на 30%. Важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств, в том числе новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов. Хорошие новости для молодых семей, которые еще не решили квартирный вопрос. В областной казне существенно увеличена сумма для решения этой проблемы. Новоселье в следующем году должны отпраздновать 1280 семей. Вводятся и новые для региона меры поддержки. В 2020 году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарок новорожденному. Подарочный комплект детских принадлежностей сегодня уже достаточно хорошо отработал Министерством социального развития совместно с Минздравом. Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой молодой семье «Доступное жилье» из-за достижения 36-летнего возраста. Вы знаете, что этот вопрос обсуждался, достаточно остро ставился. С 2020 года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку из областного бюджета, будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Еще одно новшество. С 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно два раза в день питаться в школах. Речь идет о 6 тысячах учеников. Еще одна крупная статья расходов касается поддержки ветеранов и тружеников тыла. Первым отремонтируют жилье, вторых должны обеспечить квартирами. Не забыли в правительстве и про талантливых детей. В регионе построят 4 школы, которые войдут в список базовых учреждений Российской академии наук. Кроме того, в ближайшие три года планируют спроектировать, построить или реконструировать 9 домов культуры, 15 детских садов, 12 универсальных спортивных комплексов и 11 больниц. На следующий год в областной больнице Минисередавина будет проведена реконструкция приемного отделения главного корпуса, что позволит полностью отделить потоки плановых и экстренных пациентов. Не забыли ни о ком, ни о ветеранах, ни о людях с инвалидностью. Очень хорошо прошлись по образованию. Не забыли и о муниципалитете. В общем, мы видим комплекс. В проекте областного бюджета запланировано серьезное ассигнование на реализацию национальных проектов – более 30,5 миллиардов рублей. Это позволит привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета и обеспечит полное участие Самарской области во всех нацпроектах. Параметры областного бюджета представлены пока без учета тех денег, что поступят из федерального центра. Их учтут после того, как Государственная дума примет бюджет. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Предварительный проект «Школы на пятой просеке» представили на встрече жителей микрорайона с главой Самары Еленой Лапушкиной. Детали проекта узнал Андрей Горгуленко. Процесс строительства школы на пятой просеке запущен. Об этом можно говорить официально. Самарский департамент градостроительства разместил на сайте госзакупок заявку на проектирование образовательного учреждения. Школа будет располагаться на территории двух бывших баз отдыха «Мечта» и «Экономист», чью территорию недавно передали в муниципальную собственность. Предварительный план строительства представили на встрече с жителями пятой просеки. На участке возведут школу на 1200 мест при работе в две смены. Проект мы используем из имеющихся в сегодняшний момент в реестре экономически эффективных, так называемый, типовой проект. Он уже применен. Четыре таких школы аналога построены в Ростовской области. Сама концепция именно внешнего вида расположения блоков внутренних помещений будет использоваться отсюда. Так как школу будут возводить на месте бывших корпусов баз отдыха, то это сведет к минимуму количество спиленных деревьев. А значит лес будет сохранен. Кроме того, высота здания не будет нарушать регламент охранной зоны знаменитой дачи Головкина со слонами, которая находится по соседству. Ранее сообщалось, что школа может быть с большим количеством мест, но реализовать такой проект не получится из-за сложности рельефа. На участке перепад высот составляет более 15 метров. Сегодня эта работа продолжается. В любом случае я считаю, что то, что школа будет современная, школа новая, в локальной близости, где детям надо ходить, не надо ехать через полгорода. Это хорошо. Все усилия сосредоточены, сейчас все рассчитывается по дням. Будущая школа будет соответствовать всем нормам и требованиям. Классы будут спроектированы по современным стандартам. Большая библиотека, медицинское и психолого-локопедическое оснащение, спортивные и хореографические залы и большой спорткомплекс на улице. Столовая на 320 мест. Для родителей удобные подъездные пути и парковочные места для ожидания детей. Закупка работ по проектированию пройдет в течение ноября. Строительство уже профинансировано деньгами из федерального и областного бюджетов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 850 миллионов рублей получит Самара из вышестоящих бюджетов. Средства планируют направить на переселение людей из аварийного жилья, ремонт дорог и контейнерных площадок. На что еще пойдут дополнительные деньги, смотрите в нашем следующем сюжете. Вода в Волге станет чище. Для этого в Самаре реконструируют систему обеззараживания очищенных сточных вод. На эти цели из вышестоящих бюджетов городская казна получила почти 568 миллионов рублей. Закупается, установится современнейшее оборудование, которое будет очищать воду, которая уже уходит обратно. Процесс очищения для потребления в будущем будет менее затратным, потому что, уверен, Волга будет чище. Всего бюджет Самары пополнился на 850 миллионов. Дополнительные деньги планируют направить на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения, на устройство и ремонт контейнерных площадок, а также на ликвидацию несанкционированных свалок, на переселение людей из аварийного жилья. Также перераспределяются средства городского бюджета на общую сумму 138 миллионов рублей. Дополнительные деньги, это 4,5 миллиона, планируют направить на восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений на муниципальных кладбищах. Речь идет здесь о входной группе на кладбище городское. И речь идет о как раз ремонте забора вдоль улицы Партизанской и об устройстве дорожки до воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, которые захоронены были уже после Великой Отечественной войны. И плюс ко всему мы еще и ремонтируем Аллею Славы. Также дополнительные средства планируют направить на завершение капитального ремонта городской детской библиотеки, на создание условий для маломобильных граждан и приобретение оборудования для школ. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Нелицеприятный внешний вид и антисанитария. На пересечении улиц Авроры и Аэродромная в Самаре по решению арбитражного суда сносит рынок. Что ждет эту территорию в будущем, узнала Елена Малютина. Наследие из 90-х давно смущает местных жителей. Нелицеприятный внешний вид антисанитария. Да и место расположения сомнительное. Прямо около остановки. Маломобильным людям непросто пробираться к автобусу через торговые ряды. Когда здесь появился рынок о соблюдении городостроительных норм и регламентов, никто не задумывался. Вот и возвели прямо над коммунальными сетями. Трубы прогнили, ресурсоснабжающие организации неоднократно обращались к владельцам рынка, чтобы их заменить, но реакции так и не последовало. Помимо того, что рынок находится на гостевой улице, территориально он еще и находится на теплокоммуникациях, в случае аварийных ситуаций будет тяжело и проблематично устранять эти ситуации. Это второе. Третье. Территория рынка затрудняет подход маломобильных граждан к остановке общественного транспорта. На рынке я вообще покупку не делаю. Да я думаю, что хорошо, а то из-за него балаган здесь, а то будет хорошо. Ну, лично я не покупала на нем никогда. Я ходила по другим рынкам. Если это говорят, то что он там грязный, то есть не очень все. Если жители согласны, то, конечно же, лучше убрать. Я думаю. Поэтому лучше там, чтобы дети гуляли. 13 тысяч жителей проголосовало за перемены. Уже разработан проект, по которому эту территорию приведут в порядок. 150 незаконных торговых точек, здания администрации рынка, общественный туалет снесут. А на этом месте высадят аллею. Собственникам торговых точек неоднократно предлагали вывести свое имущество добровольно. Многие отказались выполнять постановление 11-го арбитражного апелляционного суда. Уведомления были неоднократно. В течение полутора месяцев мы сюда уже приезжали около трех раз. То есть уведомляли их полтора месяца назад, месяца назад, две недели назад и вчера уже. Мы оклеивали рынок несколько раз. С представителями рынка администрации района неоднократно проводили встречи, на которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек. Озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако владельцами рынка никаких решений принято не было. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. В Самару пришла зима. На минувшей неделе в городе выпал снег. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Ночью спецтехника вывозят на полигоны снег, а дорожные рабочие разбрасывают реагенты. Работу МП благоустройства вместе с самарцами оценил Сергей Кизоркин. От заката до рассвета рабочие МП благоустройства не сомкнули глаз. В последнюю ночь октября в Самаре падал снег. Армия дорожных рабочих вышла на уборку города в зимнем режиме. В помощь 26 дорожных комбайнов, 17 тракторов, около десятка погрузчиков, 4 самосвала и мультикара. Еще 6 машин поддерживали чистоту на остановках общественного транспорта. Благодаря масштабной механизации и слаженной работе, жители города утром и не заметили последствий обильного снегопада. Пока не ощущаю, только морость какая-то идет. Снега практически нет. Превентивные меры сработали, рассказали в МП благоустройства. Заблаговременно они поменяли навесное оборудование на спецтехники на зимние. За прошедшую ночь израсходовали почти 10 тонн бионорда и столько же песчано-соляной смеси. Особое внимание уделили участкам дорог со сложным рельефом. Автомобилисты ездой по Самарским улицам остались довольны. Все нормально. Переобулся. Вчера как раз снег пошел. Все было вполне приемлемо. Дороги нормальные. До работы добрался стабильно. Все супер. Все в порядке. Я просто на машине езжу. Ничего не изменилось. Все так же хорошо. Даже свободнее, чем в обычные дни. Я обычно на машине езжу. У меня машина стоит. Проблем нет. Единственное, я не с ночи, естественно, выезжал. А часов 10 без проблем. Не скользить. На летней резине. Вдоль дорог, а также возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками рядом с остановками общественного транспорта установлены несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью. При необходимости горожане могут сами посыпать реагентами наледь. А чтобы не было луж и таловода быстро стекала в ливневую канализацию, дорожные пылесосы очистили от мусора и грязи приладковую часть. Уборка тротуаров и остановок продолжилась и днем. В ручном режиме. Если погода кардинально изменится, на улице Самары готовы выйти 35 спецкомбайнов. Из них 29 принадлежат МП-благоустройства, 6 подрядчикам. Они убирают улицу Ленинградская и Кировский район. Насадки этих суперкаров одновременно выполняют сразу несколько функций. Сгребают снег, отбрасывают его, щетки добираются до асфальта. Следом разбрасывается антигололедный реагент. Самарцы надеются, что всю зиму городские дорожные службы будут работать так же эффективно, как и в первый снежный день. Нормально все, все устраивает. Ну, чтобы снега не было, конечно, чтобы ходить удобно было. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся в ближайшие дни. МЧС объявил оранжевый уровень опасности. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А муниципальные службы благоустройства Самары готовы увеличить число спецтехники на улицах города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Активисты ОНФ проверили, как управляющие компании подготовили дома к зиме. Под контролем общественников около 20 адресов. Какие нарекания появились у проверяющих, выяснила наша съемочная группа. Это кадры из дома по адресу Победа-5. Сгнившие доски, дырявая кровля и, как итог, квартиры, которые постоянно затапливает. Активисты Общероссийского Народного фронта перед началом зимы проверяют, как идет подготовка к холодному периоду. На этот адрес они приехали после обращения жильцов. Крыша пятого дома – один из вопиющих примеров, как говорят общественники. Здесь нарушены многочисленные технические нормы. Причина – это открытые полностью фановые стояки канализации в помещении чердака. Данные системы инженерные должны полностью проходить крышу и выходить за пределами крыши. Причем вот эти стояки, они не должны быть пластиковые. В таком плачевном положении жители этого дома уже не первый сезон. Проживающий здесь Феликс Карапетян рассказывает, заселился в прошлом году. Сделал ремонт, а вскоре квартиру затопило. В этом году ситуация повторилась. Многочисленные обращения в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, сетуют жильцы, ни к чему не привели. В этом году обратно такая ситуация. Они обещали, что до конца мая месяца мы все будем ремонтировать. И нет ничего, пожалуйста. Так как двое детей начали часто болеть из-за этого. Общаться с ним они только посылают другие организации. Сюда езжайте, отсюда езжайте. А конкретно ничего никто не делает. Как рассказывают общественники, управляющая компания отчиталась о том, что дом готов к зиме. На практике видно, это вовсе не так. Сейчас государственная жилищная инспекция выписала предписание, требуя устранить нарушения. 11 ноября состоится повторный выход инспектора в ГЖИ для того, чтобы проверить, будет ли исполнено предписание. Если оно не будет исполнено до 11 ноября, значит мы говорим о том, что данная управляющая компания по данному многоквартирному дому будет оштрафована. Представители администрации города говорят, жильцы дома должны проявить инициативу и отказаться от услуг управляющей компании, которая не выполняет свои обещания. Общественники обещают, они помогут жителям с переходом к новой управляющей компании. Всего на контроле у Общероссийского народного фронта сейчас 20 домов с проблемными кровлями в разных районах Самары. Управляющие компании не следят за веренным им жильем и не выполняют ремонтные работы. Хотя на бумаге отчитываются, что все в порядке. Активисты будут добиваться благополучного разрешения этой ситуации. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На улице Победы продолжается ремонт. Подрядная организация трудится по контракту жизненного цикла. Это значит, что компания не только берет на себя обязательства провести ремонт по гарантии, но и содержать дорогу. За работами наблюдала наша съемочная группа. В полночь дорожным рабочим и журналистам не до сна. Продолжается комплексный ремонт на улице Победы. Здесь уже привели в порядок проезжую часть тротуары. Газоны, бортовой камень, инженерные коммуникации. Средства организации движения от улицы Лизарова до проспекта Кирова. Жители переменами довольны. Часто езжу, каждый день работаю по Победе. Раньше пытался объезжать Победу, потому что вся дорога разбита, яма на яме. А сейчас делали и быстро, и качественно. Подрядчик идет с опережением графика и начал ремонтировать то, что было запланировано только на следующий год. Угол Победы и проспекты Кирова. Скоро здесь появится новый асфальт, а пока идут подготовительные работы. В будущем году предполагают, что здесь будет газон. По желаниям городского ГИБДД здесь устроен островок безопасности, чтобы машины не разворачивались в хаотичном порядке. Раньше здесь был хаос, парковались машины. В данном случае оставили разворотную полосу шириной 9 метров, аккуратно, чтобы две машины могли развернуться. Можно будет поворачивать налево и следовать в сторону улицы Нововокзальная. Дорожные рабочие трудятся и на перекрестке Победы и Воронежской. Вскоре бригады перебросят на Краснодонскую. Там тоже появится удобный для водителей разворот. В следующем году улица Победы преобразится полностью. Участок от Елизарова до Гагарина убирают в две смены. Преимущественно ночью и рано утром, чтобы не перегружать трафик в дневные часы. Сначала грязь сбивают к бордюрам, оттуда ее убирают дорожными пылесосами. Это нужно для того, чтобы ливневая канализация не забивалась и дорога не превращалась в озеро. Пылесосы работают каждые трое суток. После того, как машины заканчивают работу, за дел уберутся дворники. Не только подметают листву и мусор, но и следят, чтобы урны не переполнялись. Переуполняется план, соответственно, и урны также меняются, и в ночную, и в дневную смену, чтобы не допускать загрязнения. Поэтому работа так и будет производиться круглосуточно в две смены. Как только наступит холода, подрядчик готов перейти на зимний режим. Обещают, с уборкой снега и очисткой проезжей части и тротуаров ото льда справятся на отлично. Спецмашины уже переоборудованы. Следят за всем комплексом работ по нацпроекту куратора из МБУ «Дорожное хозяйство». Это подведомственное учреждение профильного департамента администрации Самары. Контроль ежедневный. Никита Борисов, Константин Головин. События. Самара готовится к параду памяти, который пройдет на площади Куйбышева 7 ноября. В памятной акции примут участие юнормейцы и кадеты. Они пройдут марш Калашникова. Андрей Горгуленко побывал на репетиции. Красные береты, знаки отличия, нашивки на форме. Савелий Доценко проверяет готовность своего отряда к прохождению по площади Куйбышева. Он уже руководил парадным расчетом в прошлом году. В этом задача труднее. Расчет собран из учеников пяти разных школ. В сплоченности в коллективе ребята легко добились, объединившись одной целью. Достойно промаршировать по площади. Большая честь она есть. Мы отдаем дань памяти. Вообще просто проходим перед ветеранами, которых осталось совсем мало. Они просто смотрят и вспоминают, как это тогда было. Вспоминают сейчас, может быть, с улыбкой, может быть, с такими слезами. 45 таких же юнормейских и кадетских парадных расчетов со всей Самарской области стали участниками смотра строя и песни «Марш Калашникова», посвященный столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Конкурсная комиссия выбирала расчет с лучшим парадным прохождением, оценивая форму одежды, синхронность шага и военную выправку. Кроме того, юнормейцы и кадеты готовятся и к мини-парадам с 1 по 5 ноября. Школьники будут посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вот точно так же маршировать под их окнами. Лучшие парадные расчеты станут участниками конкурса смотра строя и песни уже 7 ноября на Параде памяти, соревнуюсь с юнормейцами из других регионов. 7 ноября, мы все знаем, приезжает большое количество юнормейских отрядов кадетских корпусов Российской Федерации. Планируется более 125 юнормейских отрядов, ну и военных отрядов в том числе, которые пройдут по площади Куйбышева. Среди них будет также объявлен конкурс на лучшие прохождения. И я надеюсь, что самарский регион покажет себя с лучшей стороны. Основная тема Парада памяти в этом году – солдатская слава. Парад будет посвящен Владимиру Ивановичу Чудайкину, последнему живому герою Советского Союза Третьей ударной армии, которая водрузила над Рейхстагом Знамя Победы. Я всегда помню слова Сталина, который на прощание участников парада сказал. Он сказал на прощание на фронт, когда отправлял. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих вредков. Победа будет за нами. В этом году в шествии примут участие 6,5 тысяч человек. Все они будут разделены на 4 группы – историческую, военную, юноармейскую и гражданскую. Затем на площадь выйдет техника, среди которой будет и легендарный танк Т-34. В небо поднимется еще одна знаменитая боевая машина – самолет Ил-2, который собирали в Куйбышеве. А после парада на Вилоновском спуске развернется военно-историческая реконструкция. Будет организована реконструкция одного из эпизодов Сталинградского сражения. Примет около 300 реконструкторов участников. То есть бой будет масштабный. Но я думаю, что историческая правда восторжествует и Красная Армия одержит победу. Прохождение парадных расчетов начнется в 12 часов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Узнают историю города в игровой форме. В Самаре прошел молодежный квест «Самара театральная». Выполняя задания, по улицам прогулялась и наша съемочная группа. Десятиклассница Полина Лукина говорит, любит Самару за ее архитектуру и богатую историю. Семья девочки переехала сюда три года назад из Оренбурга. Чтобы лучше узнать город, Полина пришла на молодежный квест «Самара театральная». На такие мероприятия, на которых можно узнать свой город, я обязательно всегда езжу. Это очень интересно. Познавательные квесты областная юношеская библиотека проводит уже пятый год. В этот раз его приурочили ко дню театра. Головоломки разгадывали более ста человек. Все участники получили карту с десятью локациями. Выигрывает команда, которая дала больше правильных ответов. Сегодня, я надеюсь, они лучше узнают друг друга. Некоторые познакомятся. Они очень серьезно готовились к этому квесту, поскольку необходимо знать многое о наших театрах. Победители квеста получили ценные призы и подарки. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова